Всем Иванам, рода своего не помнящим, посвящается. В 1920 году на территории современной Иордании в древнем городе Джараши или Джераши была сделана археологическая находка. Ранее этот город назывался Гераса. Этот старинный античный город на протяжении более тысячи лет был скрыт от человечества и мировой истории под землей. Его открыл в 1806 году немецкий ученый Ульрих Зейгитцен. Его главным подвигом было путешествие по Мертвому морю под видом нищего, которое он совершил уже после открытия Герасы. Из Египта он отправился морем в Джиду и прибыл в Мекку как паломник в октябре 1809 года. После своего паломничества он обратился в ислам и сменил имя на Хаг Моисей. По официальной версии древний город Гераса сначала был разрушен землетрясением страшной силы, которое произошло в 1749 году Новой Эры. Потом его залили и законсервировали на века селевые потоки, сошедшие с возвышенностей. В исторических документах 3 века город Джераш именовался Колония Аурелия Антониняна. Колония Аурелия Антониняна. Городом, входящим в состав Римской империи, а в 4-5 веках был важным центром развития христианства уже в составе Византии. После Русско-Кавказской войны, начиная с 1878 года, над погребенным городом начали селиться беженцы-черкесы, которые даже и не предполагали, что строят свои дома на части древнего античного города. Археологические раскопки и восстановительные работы начались на территории современного Джераша только в 1925 году, и то только в той части, где не было новостроек. Гней Помпей Великий, древнеримский государственный деятель и полководец, Включил Джераш в число городов Декаполиса, то есть 10 важнейших городов Римской империи, Десятиградия. Это уже расчищенные в Джераши развалины раннехристианского храма, Святого Космоса и Святого Дамиана. На этом месте в Джераши археологические раскопки вообще начались только в 1920 году. Эта фотография фрагмента напольной мозаики была в процессе раскопок сделана американским фотографом Эриком. И лишь только когда вся напольная мозаика была освобождена от земляного покрова, стало возможным предположение, что это изображен Христос. На этом указывает надпись «Христе», сделанная слева от фигуры человека, и сам факт, что это раннехристианский храм. На этом цветном снимке эта надпись очень хорошо видна. Самое поразительное, что это слово и все прочие слова на напольной мозаике были сделаны на древнеславянском языке. Алфавит древнеславянского языка очень похож на алфавит древнегреческого языка. И можно было подумать, что надписи на напольной мозаике были сделаны на древнегреческом языке. Однако в греческом алфавите нет буквы «С», которая имеется в слове «Христе», а в древнеславянском алфавите она есть. Вот буквы древнегреческого языка. И вот как выглядит в греческом алфавите аналог славянской буквы «С». Это буква «Сигма». Вот наглядный пример. Название античного города Джераш или Гераса на греческом языке пишется так. Гераса. Следующее, что поражает в этой находке, Христос изображен в парадной русской рубахе-вышиванке, на которой традиционно вышиваются узоры свастики, точно такие же, какие окружают фигуру Христа на напольной мозаике, найденной при раскопках в Герасе. Это изображение было скрыто от человеческих глаз на протяжении более тысячи лет вследствие катаклизмов. Христос изображен в национальной славянской одежде. Надпись на напольной мозаике «Христе» сделана древнеславянскими буквами, задолго до создания Кириллом и Мефодием старославянской азбуки. Изображения Христа окружают множественные изображения арийских свастик. И еще, по поводу языка, славянский таки алфавит там или греческий? В библиотеке Конгресса эту мозаичную надпись выдают за греческую. На мозаике отчетливо видно старославянскую букву «ЮСМАЛЫЙ», а в древнегреческом алфавите такая буква отсутствует. Все ссылки на источники информации я оставляю в описании к ролику. Всем осознанности в выборе. До скорого! Нет для нечисти лютой бессмертия, только доброе будет вечно жить. А коли придет мой смертный час, другой русский воин Смерть Кощея добудет. Ван 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 Продолжение следует... Продолжение следует...